здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас спортивная программа не просто спортивная вот есть спорт любительский есть спорт ну скажем юношеский есть физкультура и спорт а есть спорт так называемых высших достижений и сегодня у нас гостях человек который как-то странно относится сразу ко всем этим направлением потому что ну наверное любой спортсмен который достигает невероятных успехов результатов и потом еще переходит на тренерскую работу они каждый может быть тренером то он спорте фактически добивается всего и у нас есть такой гость сегодня для вас это вячеслав иванович клоков заслуженный мастер спорта россии заслуженный тренер россии советский российский тяжелый атлет выступавший весовой категории солидный до 110 килограммов семикратный рекордсмен мира чемпион мира и чемпион европы 80 83 года двукратный чемпион советского союза 80 и 82 год 81 что-то не состоялось так бы был до трехкратный но с перерывом то есть восстановил потом реноме из 1997 по 2000 год президент федерации тяжелой атлетики россии вот вы знаете я помню себя еще таким молодым человеком я попал на чемпионат советского союза по тяжелой атлетике одно дело когда смотришь по телевидению где можно что-то подрезать или как-то трансляцию так показывать а другое дело когда ты сам следишь вот как готовится спортсмен как он подходит какие у него там переживания что он там ну в общем целая гамма чувств пробегает вот неожиданный такой вопрос для начала что для вас зритель который смотрит за выступлением или вы вообще не замечаете болельщиков хороший вопрос и в принципе наверное можно сказать что к сожалению тяжелой атлетика не самый там популярный вид спорта и не собирает там большие аудитории мы не будем касаться футбола как который стадиона вот но лично грубо говоря свою профессиональную карьеру у меня было несколько выступлений и в частности вот 83 год чемпионат мира европы в москве тогда к олимпиаде 80-го года построили построили специализированный дворец спорта измайлова мягко такой тяжелой атлетики шикарный зал и 83 год он был полон то есть 10 дней проходил чемпионат и все 10 дней да да он вмещал порядка пяти тысяч зрителей для но это нашего вида спорта это был очень такой хороший показатель и вы знаете выступать когда полупустой зал в принципе конечно любой профессионал он очень сконцентрирован на штангу все уходят себя у каждую свою систему настройки настраивается на подход но когда аудитория вот и выходишь все таки там аплодисменты они поддерживающие любого спортсмена я не говорю только про нас там российских лица истки штанги с полюкой наши зрители очень благодарны они поддерживают любого атлета потому что очень интересное соревнования и естественно вот этот адреналин сопереживания тысяч людей но она конечно импульс дает адреналин зашкаливает до плюс вот рисует вам до внутрь и концентрация плюс внешняя поддержка она конечно дает сумасшедший эффект поэтому и я в бытность как раз мы назвали президентство вот я проводил на в россии международный турнир категории гран-при три богатыря моего назвали вот и проводил я очень хотел провести его первый турнир он был именно во дворце спорта измайлова мы очень качественно провели подготовительную работу у нас были очень нестандартные призы мы ушли от медалей мы ушли от типовых там дипломов грамот традиция мы сделали вместо медали у нас был золотой и серебряный и бронзовые шлемы софринской работы церковные то вот такие коробки открываешь а там шлем золотой богатыри богатыря то есть вместо этого девал шлем вместо ленточки шили по золотой плащик красный синий зеленый как за 1 2 3 место вместо там бумажки диплома лазерная гравировка на дереве диплом вот то есть нестандартный подход но самое главное мы зрители было как раз 5000 представляете для турниры и это по нашим временам а это очень серьезно и приезжала президент международной федерации он конечно когда увидел уровень проведения вот все это все из зрителей вся продуманная наградная атрибутика действия мы устроили и спорт и шоу было вами вот-вот я как раз хотел это слово сказать мы прекрасно понимаем что тяжело отлить как таковая она не специалисту может быть не слишком интересны и мы его пытались сделать в виде такого шоу в чем она заключалась три богатыря то есть это было единое действие где были кусочки тяжелоатлетики то есть реально выходили богатыри в кольчугу дрались на мячах потом раз одно движение рывок да у нас даже девушки награждали они все были такие боевые а ну и кольчуг но очень интересно поэтому мой ответ такой что зрители очень помогают но для привлечения зрителей конечно надо а и проработать сделать чтобы мы очень было интересно и красочно такие примеры есть но мы скажем так что конечно же тяжелый атлетик с ее невероятной истории в начиная там со времен царской россии не говоря уже советском времени где я прекрасно помню мы тоже смотрели эти олимпийские сыну когда олимпиада но смотришь все другая и все виды спорта потому что иногда ведь тоже момент интересный ну окей футбол там даже какие-то не знаю там фигурное катание как бы традиционный волейбол баскетбол а именно благодаря олимпиаде или какому-то интересному первенству ты вдруг смотришь для себя может быть не очень стандарт и ты вдруг залипаешь на этом ты вдруг раз 20 минут прошло и 30 минут прошло почему потому что идет борьба потому что есть определенная задача победить да особенно в тяжелой атлетике вот что главное в тяжелой атлетике подход его раза со 2 вы знаете вот с моей я буду говорить за себя с моей точки зрения вот я наблюдаю сегодня когда вот это давление на российский спорт и в частности на тяжелой атлетику отстранения во всех видах спорта есть определенное нарушение всегда везде они говорят что они допинговые ну вот как час с валиева фигурным когда не разбираются препарат я не знаю микроскопические дозы которые вообще экспорт отношений не имеет как они попали добавки море логически неважно но той стороне западной главное прицепиться к российскому российской спортсменки и так далее но и в тяжелый дети конечно это присутствовало вот но это массовые явления огнобят именно данный вид спорта к чему это говорю что сегодня участие международных стартах нет единственное внутренние соревнования внутрироссийской с белорусами проводит но за сейшего года конечно ряд турниров благодаря руководству страны правительство очень хорошие намечаются и там игры брикс игры друг дружбы там все будет нормально хорошо будет хорошие соревнования и не зря мог беспокоиться потому что это где-то уже намечается альтернатива вот но вот для чего это говорю вот сегодня вот даже они выступают и для них всех место вот на таком турнире он стал чемпионом для меня ну я понимаю что руководство федерации надо допустим отрапортоваться ну неважно чемпион города края республики или какие-то совместных игр с белоруссией но все-таки уровень олимпийского чемпиона чемпиона мира и уровень чемпиона внутренних соревнований он не соревнований правильно согласна поэтому лично для меня всегда показатель все-таки был высокий результат и вот вы про зрительскую аудиторию на правильно рассуждаете надо что-то делать это комплекс не только на мячах сражаться или не только еще что-либо должно быть все но органично увязана чтобы действительно человек опа и запал ну как вы сказали 20-30 минут а для этого хороший результат нужен сегодня вот все у нас как в легкой атлетике там через хусей на болт устроил и что-то у нас сегодня там а через грузинского супертяжа вашего талахадзе и все дискутируют там наберет он в сумме 500 или нет то есть человек да и он выиграл он кажется уже сейчас 7 чемпионат мира выиграл двукрат олимпийский чемпионат титулов класс очень много но но он подступил в черте о которой мечтали как раньше кто первый под ними 200 или в троеборе 600 кто да там василь иванович алексеев и сейчас в двоеборе он подступил к 500 сумм и все побьет не побьет даже он не в хорошей форме он травмирует а все равно все верит к чему это подвожу что результат как таковой тоже очень важен очень важно и если у нас будут хорошие достойные и ребята девчонки которые работают на высоком уровне это тоже приводит интерес даже не столько места сколько результат это важно я вот у меня сын тоже я вот был чемпионом мира и сын чемпион мира призер пекинской олимпиады серебряной и я практически все старты с юноши твои неуры взрослый все чемпионаты европы мира я за ним мотался помогал все и он достойно страну представлял никогда не подвел везде медали привозил вот но один чемпионат я не поехал чемпионат европы по юниорам там где-то в испании был ли он поехал своим тренером да они вернулись но я выполнял функцию менеджерскую ну как тренеры и менеджерскую да то есть подготовка была полностью обеспечен он был готов на очень высокий результат они вернулись золотой медали но результат показали только такой который был достаточен для завоевания золото хотелось бы лично для меня это не показатель да молодец но я до такой степени расстроился давай потому что ты должен выдавать результат на что готов вот поэтому вот мы результат это главное ну и место и результат это спорт нельзя до кидаться вот в крае на бывает так наоборот бронза но хороший результат конечно 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 иногда ты выдаешь такие невозможные для тебя но конечно конечно поэтому в жизни все и да вся жизнь она не белые не черные она где-то в полу салон сиро балансированная да минус плюс там вот все поэтому здесь тоже также и место и результат но есть иногда вот посередине должно быть и то и то с моей точки зрения вот поговорим о вашем значит результате насколько я вот давайте разъясним рывок дать напомнишь такой рывок что такой дачок рывок это одно движение широким хвостом в помоле берешь и одно движение ты его вырвал да а толчок ты берешь узким хватом справишь на грудь что ешь а потом есть время еще до чего-нибудь сделать данного нет времени там вот рывок у вас 192 и 5 до килограмма толчок 247 и 5 то есть 22 даже два себя подняли и еще там пару опять же 23 себя это не показатель я вот здесь очень интересная ситуация вообще я когда был молодой и выступал кстати все и залиберетскую школу тяжелой атлетики на ней же поговорила за учился в малаховке знамя института в октябрьском проспекту на ноябрьские праздники носил но я был очень хороший рывкач и 80 году у меня уже я установил несколько мировых рекордов взрослых в 20 лет в 20 лет взрослых мировых именно в рывке а толкал мало ну как мало я не мог научиться толкать груди на грудь брал скакивал как будто вот старое а в груди не мог и мазал я обращался всем кому мог все тренера преподаватели но никто не мог помочь никто не понимал это движение я проигрывал я нам на московскую олимпиаду не попал я считаю из-за этого почему потому что в июле перед олимпиадой в измайлов как раз был предолимпийский турнир отбор на олимпиаду последние у нас был виктор мазин он на этом турнире на 5 мировых рекордов и за счет этого его включили в команду а олимпич чемпион колесников николай его выявили и виктор мазин стал олимпич чемпионом я со второй попытки в рывке установил мировой рекорд 190 500 со 2 а 3 вообще отказался в толчке 232 с половиной килограмма беру на грудь из груди все все подходы мажу не толкаю а ну впереди техническая ошибка смазал картина если бы это была сумма это был бы мировой в сумме и у меня были бы шансы попасть команду а так я пролетел типа молодой успеешь я к чему это говорю и я зациклился что надо учиться но кто никто помочь не мог и я у меня был очень такой кумир там болгарский один штангист который прекрасно поднимал и вот и я изучал кинограммы все я пытался понять это движение и когда вот я его разложил прямо микроскопически все-все-все разложил по фазам по фазам и стал отрабатывать на тренировке эти движения плюс готовить необходимые мышцы и связки для этого движения и как итог условно говоря там с 88 1 по 83 год я добавил где-то в одном толчке там 20 с лишним килограммов а в рывке вот с этого 90 500 июль 80 и октябрь 83 чемпионат мира за два за три с лишним года я два килограмма доволю ответь и понимаете потому что 2 до лишним а здесь два потому что я туда но у нас что они говорят кто силен толчки тот силен вообще это король венец такой вот поэтому толкать надо много а у нас к сожалению сегодня в стране никто почти даривка черт до рвут хорошо вы лакать не мог вот сейчас здесь делаем паузу очень примечательный момент когда чемпион мира рассказывает о том чего он не умел или не получалось это очень хорошо сделал небольшую паузу и вернемся студию программы напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас вячеслав клоков заслуженный мастер спорта россии вот уже не буду перечислять но важно я скажу семикратный рекордсмен мира то есть человек который рекорды устанавливал чемпион мира чемпион европы двукратный чемпион ссср и мы выяснили что он стал чемпионом когда я был среди зрителей не зря вспомнил эту историю ну и конечно же президент федерации тяжелой атлетики россии с 1997 по 2000 год мы завершили нашу первую часть рассказом прям как кино было знаете вот такой фильм где такой богатырь наверно нам можно было сделать такой русский фильм богатырь у которого что там не получается и вот он по какой-то системе 20 минут фильма этого тренируется учиться да какой-то там должен быть сердобольный тренер дедушка который его обучает этого молодого парня потом он бьет все рекорды можно такой но это очень приятно что вы об этом рассказываете потому что особенно любятся же это территория спорта у нас здесь какие только виды спорта не присутствовали здесь в студии мы разговаривали с разными ребятами совсем с маленькими уже с такими ну чемпионами что называется с большой буквы вы принесли медали вот расскажите о медалях и что для вас вообще медаль потому что это как-то заставляет вас там с утра встать в субботу подойти к медали всплакнуть и положить ее обратно нет конечно я вообще не хотел брать от меня у заставили очень под ней не заставили очень попросили там жена их повесила он какие-то сняла вам несколько в начале два интереса когда выступали это показатель сейчас конечно все как и дали то у вас коробочки я не знаю наверно сейчас с молодых тыскает лет молодых но давайте мы поговорим да нет но еще показывать вот это в московскую чемпионата мира 83 года но я бы не сказал что она очень интересно почему потому что 83 год как мир должен был в ереване построили дворец спорта мы даже сборной страны возили нас туда и мы выступали мы выступаем а там вверху сварочной работающей сварка сыпется на тебя но штангист должен преимущество своего помоста в том чтобы почувствовать помост но да там расстояние где сфокусироваться да это важно для профессионала и буквально оставался нельзя может быть месяц-два и там мы так нам донесли негласно что угрозу поступили что если турецкий флаг забьется да там направлено будут проблемы потому 83 год 83 год вот эта резня армянская руками и видим угрозы настолько были серьезные что за месяц-два перенесли вот как раз в дворец спорта измайлова чемпионат мира все в спешке какие-то вазы там какие-то медали вот дворец он всегда готов к проведению а наградная атрибутика как хотели армянские армяне вот хорошо сделать это все было очень качественно интересно ну и москва конечно здесь то что успели то что дело не в этом даже это я но главное что вы стали что медаль это есть вот даже вот такой я лично значение не придаю хотя приятный же момент когда меня я был у вас и ливанович алексеева заслуженный человек такой даст только звание двуградный олимпийский там сколько он там я не знаю миров европы выиграл у нее довольно специально шкафы полочки все по стекло медальки кубки у него классная но может он может олимпиады ванна супруга занималась то есть это а вот у как от ну а вторая большая медаль это что я взял предпоследний 82 год чемпионат влюбляне это югославия мы сергей маракелова хороший был мой друг штангист и мы повторили мировой рекорд я выступал просто почему именно ее взял я выступал с надорванным мениском то есть не за 20 до чемпионата мира как раз это будет был после днепропетровске я стал чемпионом ссср я шел на это чемпионат мира троски я хотел как зритель а и саланыч там вы сказал что это самый крутой был чемпионат и я шел первым номером пусть только стал победителем и надорвал мениск левой ноги но я если я озвучил тренером то я думаю я бы не поехал до поэтому я заводовал бинтами до потенения у какие-то упражнения отодвинула ли не поднимал больших весов чтобы окончательно не добить и она цена эта медаль тем что я выступал именно травируса сандоровым мениском и все равно мы с сергеем повторили мира рекорд мира в сумме 427 я был на 400 грамм тяжелее стал вторым но с мениском поровну поднимал понимаете это очень вообще это достойно но тогда понимая прям приехал сразу меня в цвета и тогда вот зоя сергейна миронова и сын сергей миронов который потом был глава но медицинские то в кремлевской вот этой медицины они меня оперировали вот сразу то есть вот просто для меня вот и пока уже рисковали здоровье ну зачем не ну а у нас вообще вот даже я вам так скажу вот вы говорите зачем вот это условно говоря чемпионат это 82 год там октябрь-ноябрь наверное кажется ноябрь я приехал мы сделали операцию то есть декабрь я там с костылями все с января сбор начинается в январе я пришел еще тут только из костылей все в бассейне ножки программ реабилитации нету и ты сам вот каждое движение каждый шаг как чего нагрузку дать на связку на мышцы в марте вот в январе я приехал только с костылей в марте я уже был форме и меня освободили кубок дружбы был вода если 83 год малый чемпионат мира меня освободили так как я не установился я попросил главного тренеру мне надо выступить я выступаю а для чего я выступаю я понимаю 83 год этот год предолимпийский нельзя пролетать я чувствую все я ногу связочный аппарат мышцы все закачал они сильные но нога в седе когда ноги разбрасываешь я чувствую она не стала сустав не стала как надо мешает и я понимаю что главный старт летом спорта гяда народов ссср если я там пойду по полной там встанет но я травмирую и я пролечу с осенним чемпионатом мира а я пролечу я не побуду на олимпиаде не получите медаль вот этого да но это уже медали а то уже завоеванные было дело не в этом эта путевка на олимпиаду и я сознательно попросил чтобы меня в адресу допустили до соревнований я сознательно пошел чтобы травмировать колено надо рвать его поставить куда надо ухты еду 175 рву ничего подобного стоит пока еду 180 рву она стоит иду 185 а врачи уже за кулисами там хлоретил что-то было но тогда чтобы заморозить из 185 вкладываешься нельзя экономить надо работать на полную ты вкладываешься и я чувствую все его снова встала то есть я надорвал опять но я поставил куда надо хруст на весь зал я бросаю ту же за кулису все заморозки вот там пару недель и меня залечили и я подготовился я летом выступаю я уже толкнул мировой двести сорок три я попал на чемпионат мира и на чемпионат мира четыре мировых установил вот криста же выбора травму спросили вот в советском союзе профессиональный спортсмен член сборной он не думал драма уж сознательно шел на любую бета как последняя битва за тобой страна вот у нас была такая психология очень-очень-очень интересный рассказ но и сейчас мы подходим я извините я если можно еще вот про люберцы все-таки скажу мне очень нравится вот это то что за любитами закрепилась территория спорта территория спорта я так понимаю это губернатора идет мне это очень нравится я недавно вот был открывал соревнования как раз вот именно под эгиды губернатора и вот все что касается именно и силовых видов спорта я особенно тяжелой атлетики люберцы я вам скажу в стране допускаю что номер один почему именно тяжелой атлетики традиции они очень и очень важны следующем году 24 люберецкой тяжелой атлетики 60 лет вы представляете 60 лет вот в эпоху каких-то новых перемен новых видов спорта все меняется что-то отмирает появляется новое это нормально это эволюция она во всем но традиционный вид спорта базовый для всех видов спорта неважно художники на фигурное катание хоккей футбол лег атлетики везде присутствует тяжелая атлетика штанга да это не базовая она вид спорта прекрасная скоростно силовой эмоциональный все даже фитнес-центре присутствует что гармоничные фигуры эмоции это не в бодибилдинг я ничего против не менее но все равно стоять качаться и здесь эмоциональный заряд спасибо огромное у нас сегодня в гостях был и сама щеклоков заслуженный мастер спорта россии заслуженный тренер россии советский российский тяжелоатлет выступавший весовой категории до 110 килограммов семикратный рекордсмен мира чемпион мира чемпион европы девости третьего года двукратный чемпион ссср 80 и 82 года на котором я присутствовал на этом соревновании из 97 по 2000 президент федерации тяжелой атлетики россии программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания